Вы знаете, какая история? Дело в том, что образование ещё не всё. И даже, может быть, и не то, о чём мы мечтаем. Каждый, как бы сказать, каждый народ, каждый. Ну, за исключением, конечно, Новой Гвинеи и Папуа, и каких-нибудь там амазонских жителей в сельвах, так вот высчитали, что количество гениев и талантов в процентном отношении всегда одно и то же. Что бы ни было. У него в деревне нет учителя математики. Или есть, ну, какая-то старушка. А он становится академиком. Боголёбов. Он из деревни, из глухой. Академик Боголёбов. Великий. Понимаете? Бродский. Которого выгоняли из всех школ. В седьмом классе его выгнали из школы. Он пошёл работать на завод. Это Бродский, лауреат Нобелевской премии. Понимаете? Школьный учитель с Круженицын. Ничего не видевший вообще. Так вот, количество гениев приблизительно одинаково. На единицу населения, на миллион. Поэтому будем спокойны на этот счёт. Тот, кому надо, получит всё, что ему необходимо. Понимаете? Вот. И даже я хочу сказать, что есть специальная школа для гениев, которые воспитывают их особенным образом. и потом получают ноль. Потому что гений среди гениев себя не воспитуют в том протесте, который необходим каждому гению. Их держат в ваточках, с ними работают, потом они выходят в мир и не знают, что делать. А гений, который рос в обыкновенной школе среди хамья, среди зуботычин, среди оскорблений. Вот вам Бродский, пожалуйста. Я верю. Кредо!